Здравствуйте! С вами программа «Нескучная классика» и я, Сатя Спивакова. Наша программа поможет вам понять и полюбить классическую музыку. Тема путешествий всегда присутствовала в творчестве музыкантов и художников. Причем одни любили путешествовать, а других это тяготило. Давайте вместе с нашими гостями послушаем сегодня музыку странствий. Сегодня мы говорим о творческих и бытовых странствиях в жизни музыкантов, художников, артистов. И в гостях у меня пианист Михаил Рудь и художник и режиссер Дмитрий Крымов. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Михаил. Первый вопрос, конечно, к вам обоим. Музыканты, художники, как бы странствие – это неотъемлемая часть жизни для них. Как вам кажется, помимо необходимости перемещаться, чтобы нести свое искусство в массы, было ли это необходимостью черпать, находить источники вдохновения, или это в конечном итоге какой-то поиск самого себя? Я бы сидел дома, я никуда бы не ездил, я так не люблю ездить, ужасно просто, да. Я бы сидел дома. Может быть, я не на ту передачу. Не, не, вы на ту, на ту. Может быть, там рядом передача. На ту, на ту, рядом ничего нет. Всегда все дома. Я бы вот всегда все дома. Это сильно и зависит от человека. Одному человеку нужно сидеть дома, и он весь мир тебя опишет, а другому нужно путешествовать, и он также весь мир. Мы берем даже только талантливых людей. Неталантливых не берем. А только талантливых. Это какой-то ген там, где-то глубоко скрыт, в голове, в душе, я не знаю где. Как кому надо? Тут никакого закона нет. Важна продукция. Я знаю вас как художника и как режиссера огромного кругозора. При этом вы мне сейчас действительно, вы меня немножко озадачили тем, что вы говорите, я не люблю вообще никуда выходить за пределы квартиры. Какого кругозора? Что вы имеете в виду? Ну, я имею в виду поставленные вами спектакли, я имею в виду, я лично знала, к счастью, к своему вашу матушку. Сын такой матушки, как Наталья Крымова, не может быть человеком, извините меня, с узким кругозором. Я была фанаткой, когда я была студенткой, спектаклей вашего батюшки Анатолия Ефроса, поэтому не надо мне рассказывать, что вы настолько... Это все путешествие внутрь себя. А вы, Миша, вы просто, по-моему, на месте усидеть не можете. Я экстремальный случай. Меня спрашивают на Западе часто о ностальгии. Есть ли у вас ностальгия о своей стране? Я говорю, что ностальгию я лучше всего знал, когда я жил в Советском Союзе в 60-е годы, и думал, вот я никогда не увижу Венецию, никогда не увижу Парижу. У меня была такая ностальгия по путешествиям, по Западу, по всему этому. И когда я уехал на Запад, я, в общем, как сумасшедший. У меня еще не было концертов, я ездил по всему миру, до Гималаев, повсюду. И продолжаю ездить. Для меня это просто, ну, как... Не просто необходимость, а это часть моей жизни. Я вам скажу, что я когда пытался писать, а я писал картины за границей, и писал, и писал, и продавал. Но мне это было хуже, чем здесь. Спектакль делать за границей, это очень трудно. Это очень трудно. Несмотря на то, что актеры никуда не бегут, на съемки, на другие репетиции, они всегда твои. Хочешь, две репетиции устраивай, хочешь отпустить их пообедать и опять репетировать, им делать нечего. Дима, что трудно? Вот то, что вечером невозможно вернуться к себе домой на свою кухню, ощутить запах своих стен, вот что трудно? Репетиционное помещение, оно везде, четыре стены, потолок, пол. Нет. Воздух, что трудно? Я пытаюсь понять просто, мне правда интересно. Я тоже пытаюсь понять, я не знаю, но трудно. Вот поначалу, кажется, все хорошо, а потом трудно. Трудно невозможность сделать перерыв и сказать, все, неделю отдыхаем. Снятый зал, кто-то за него платит деньги, кто-то получает суточные. Продюсеры, все, это нельзя. Ну, вы представляете, наверное, что это такое лучше, чем я. Нельзя посомневаться. Мой тип репетирования, это, ну, вот, проглотили сколько-то, потом перевариваем. Ну, пожалуй, переварили. Давайте еще раз. То есть, есть какой-то срок, но к нему как-то так подбирается лениво, как бы. Ну, только надо понимать, в моем понимании, что такое лениво, это значит, это очень активно, но внешне лениво. А там эта лень не проходит. Там нужно прийти на репетицию и командовать. Этот белый рояль, скажем, ты заказал полгода назад. Белый рояль, принесли белый. Если ты решишь его черный сделать или в полоску, это кто-то должен пойти купить на новые деньги, уже бюджет, ума мородная. Это очень все трудно. Сомневаться там, это очень трудно. Ну, в общем-то, надо сказать, что музыканты, композиторы, в частности, еще до наступления эпохи романтизма, многие, которые были привязаны к определенному двору и были придворными и должны были, как бы, как сейчас принято говорить, по контракту сидеть на месте и сочинять, даже тогда они срывались куда-то в путь в странстве и уезжали. Хотя было гораздо сложнее это сделать. Тот же самый Гайден или Моцарт. Но в эпоху романтизма приходит вот эта тяга к перемене мест. Особенно у немцев вот это понятие вандерн, даже не путешественник, а странник, оно приобретало какие-то такие тональности, иногда мистические, даже трагические. И хочу, перед тем, как все-таки начнем развивать эту тему, я поняла, у меня сегодня два гостя, два антипода. Один не выносит сдвигаться с места. Спасибо, что доехали до нас, до этой студии. Другой не может усидеть на месте. Итак, Дмитрий и Михаил, а также вся юная аудитория студии, я предлагаю вам сейчас послушать замечательного певца Яна Бостриджа и фрагмент шубертовского цикла «Зимний путь». Один пришел я в этот мир чужой, и чужим из этого мира ухожу. Пожалуйста, внимание на экран. Песня «Зимний путь» 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 Хотела спросить у тебя, Мишенька, то, что, в общем, я к счастью или к несчастью знаю, но в твоей жизни был такой факт, как тогда говорили, ты сбежал из этой страны, было это в 77-м году. Это была необходимость артистической свободы, и для меня артистическая свобода была связана с возможностью путешествовать. Когда я получил первую бумажку, по которой я мог куда-то вообще выезжать, я поехал тут же в Венецию, потому что для меня это было такое место, и остается, кстати, таким же местом, таким немножко мистическим. И я приехал туда, и у меня, конечно, было очень мало денег, я остановился в самом дешевом номере, и этот номер, он выходил на каналы венецианские, на маленький каналчик. И я видел, что там какой-то выход из этого номера прямо на канал. Я спросил у консьержа, можно ли вообще, разрешается ли в Венеции кататься по каналам на надувной лодке? Он на меня посмотрел, как на сумасшедшие, говорит, вроде бы это не запрещено, но никому это в голову не приходит. Я пошел на следующий день в этот самый, в универмагах местных, купил маленькую надувную лодку, и в течение двух недель, каждый вечер, где-то начиная с десяти... Веслом или просто с весом? С двумя веслами, выезжал каждый вечер, только, конечно, не мог поехать на большой канал, потому что там были эти вапоретты. Да, был Гранканал. И я видел Венецию так, как я был в Венеции потом сто раз, но я никогда ее так не видел, и, наверное, сейчас уже и возраст, и все это, уже мне не позволит сделать такое. Но я ее видел так, как никогда не видел, потому что все эти вот дворцы, они казались выше, чем эти самые вот небоскребы. А реакция гондольеров на тебя? На меня они... Я не думаю, что ты решил отбить у них хип. Гондольеры на меня орали так, а туристы меня аплодировали. Вообще, это было такое... Эти две недели, конечно, были совершенно невероятными. Но потом, когда я получил первый мой паспорт французский через несколько лет, я поехал тут же, я поехал в Катманду, в Гималай, в общем, тут же первая же поездка. Так что я немножко... Но даже перед отъездом из России, я в течение четырех лет, я написал список мест, потому что я никогда не думал, что я вернусь. Я знал, что когда просишь политическое убежище, ты никогда не вернешься. И мне хотелось кое-какие места увидеть. И я написал список тех мест, которые я хотел посмотреть перед тем, но это такое юношеское, совершенно нереалистическое подход. И я просто вычеркиваю этот список. Например, в каком-нибудь 75-м или в 7-м году я поехал, например, на Соловецкие острова. Кто ездил в 75-м году на Соловецкие острова? Надо было ехать в город Кем. Потом из города Кем нужно было брать какой-то паром. Когда я доехал до этого парома, оказалось, что в Соловецкие острова можно ехать только ученикам этих самых художественного училища. И у меня была студенческая карточка Московской консерватории. Я сказала, вот смотрите, я студент Московской консерватории, я художник. И мне дали этот самый билет на паром. И я две недели прожил на этих Соловецких островах. Никого там вообще не было. Была советская турбаза, я один там был. Вообще-то такие вот воспоминания у меня были. Ну, кстати, про город Кем и художник. А у вас не было в юношестве? Нет, в Кеме не было. Мне, знаете, когда говорили давно, что, ну, от чего ты не уезжаешь? Ты же пишешь картины, мол, вот в тот период, это было лет 15 подряд. Когда вы не занимались театром. Да, ты же имеешь счастливую профессию, вот как музыка. Ты напишешь картину и все. Это меня настолько пугало, просто пугало. Может быть, это трясливость просто. Но пугало просто физически, вот физиологически. Хотя никакой я не испытывал такой опасности, от которой надо было просто свинтить тут же. Но вот сидеть там и писать картины, не знаю. Я пробовал несколько раз, у меня не получилось. Дим, а это генетически? Родители любили путешествовать или тоже любили? Папа не любил. Может быть, генетически. Это какой-то хитрый механизм. Это как... Где-то это спрятано в человеке. Какая-то это любовь к путешествиям. Мы говорим о Венеции. Я был просто вот сейчас, два месяца назад, провел просто 10 дней в Венеции, отдыхал. И прямо возле того места, где я остановился, вдруг я вижу большую мраморную доску, на которой написано по-итальянски и по-русски. Здесь великий русский поэт Бродский, это описал набережные неисцелимых. Это невероятно, что... Фундаменты Деньку Рабеля, вот эта знаменитая книга, да? Но это невероятно, что в Венеции, где столько было знаменитых людей, они сделали сейчас эту вот табличку. Вы же читали эту книгу, Ватер Марк, вот эту книгу. Это изумительная совершенно книга, которая дополняет для меня портрет Венеции. И одни из самых сильных впечатлений заграничных у меня как раз с Венецией связаны. Это мы пошли, как-то днём прошли эту площадь Святого Марка, и куда-то поехали на кораблике, где-то там были, и вернулись в 3 часа ночи по этому же месту. Мы жили недалеко, в гостинице. И абсолютно пусто, абсолютно декорация. Мы прошли, я никогда не забуду, около канала, крыса, вот такая вот. Вот Венеция, ночь, пустынная площадь и крыса. И это просто, и часы утром, которые вот, там узкие улицы, наша гостиница здесь, а церковь вот здесь. Открываешь окно, и часы бьют просто, бьют сюда вот, просто тебе утром. Нет, это всё, конечно, потрясающее впечатление, и где я был, и это всё вот здесь. И кладбище, вы были на кладбище? Да, конечно. Мы были, и тогда, когда не было Бродского памяти, были стрелочки такие, от руки написанные. И, кстати, цветы только у Бродского. Дягилев, Дягилев. Ну, у Дягилева всегда и пуанты, и балетные туфли. Простите, я был до смерти Бродского. Там были стрелочки Дягилев и... Костровинский. И Стравинский Дягилев и Эзропаут. И Стравинский, да, Эзропаут. И мы пришли, какие-то заросшие камушки так у стены, и всё это чрезвычайно печально. Просто ехать не хочется, а когда там оказываешься, ну, это, конечно... Ты знаете, есть самые разные люди. Был какой-нибудь, я не знаю, Артур Рембо, ему нужно было ездить, ему нужно было... А рядом был какой-нибудь Стефан Маларме, такой же великий поэт, а он сидел... Ну, и тот же самый Марсель Пруст, который, в общем, пожелал... Да, Марсель просто сидел в своей комнате, Кавка не любил ездить. Вы в хорошей компании, еще сейчас кого-нибудь найдете. А Джойс вообще свой шедеврный лист написал, что всё происходит в один день. Так что, знаете, это всё личный вопрос. Я абсолютно никаких претензий... Мне это было необходимо. Кстати, честно говоря, с возрастом мне всё больше и больше хочется сидеть дома, на самом деле. Про возраст поговорим чуть позже. Ну, вот путешествовать вы не любите, но Шопена вы любите? Еще бы. Сейчас прозвучит прилюд номер 16 у рояля Михаила Рути. Пожалуйста. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Сейчас я хочу, чтобы молодежь, которая присутствует в студии, задала бы вам свои вопросы. Наверняка они у них есть. Пожалуйста, у кого вопросы? У меня вопрос к Михаилу. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, вопрос такой. Где композитору лучше пишется? В знакомой обстановке, либо в путешествии, в эмиграции? Эмиграция никогда ни для кого не была простым и легким шагом. И, конечно, лучше писать у себя, безусловно. У меня это было связано с тем, что я никогда представить себе не мог, что при моей жизни все может измениться. Когда я сейчас смотрю на Москву, как все это совершенно невероятно. Нет, я точно могу сказать, что лучше пишется у себя. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Добрый день. У меня вопрос к Михаилу. Скажите, пожалуйста, после эмиграции из России, когда, в какой момент вы почувствовали, что вы дома? Вы знаете, я, в общем, у меня довольно такая странная семейная ситуация. Мои родители, мой отец ушел, когда мне было три года. Я фактически никогда с ним не жил. И когда я вернулся, я был первым политическим беженцем, который вернулся в Россию в 88-м году. И мои родители сошлись. И фактически вот до их, они скончались в 2003-м году, оба. И до этих 15 лет я фактически впервые жил в семье и с мамой, и с папой. Это какая-то такая невероятная ситуация. Поэтому я приехал как бы и домой, и с другой стороны в такую ситуацию, в которой я никогда не был, будучи ребенком. Я никогда себе не мог представить, что такое произойдет. Спасибо. Дима, а теперь у меня вопрос к вам. Вот недавно поставленный спектакль, который прошел в Париже, я так понимаю, по произведению Бунина «Темные аллеи», до нас, к сожалению, докатились только отголоски. Ну, теперь я уже понимаю, что для вас это была мука, потому что пришлось ехать и где-то что-то ставить. Артиста вам сюда, исполнителя главной роли Михаила Барышникова, как мы понимаем, в Москву не привез никто для репетиций. Поэтому пришлось ставить все там. Это спектакль, где он не танцует. И он играет как драматический актер. А идея как возникла? Идея, я его, ну, как бы, хочется сказать, сдуру, ну, с такой авантюры. Мы с ним не были знакомы, мы с ним познакомились, и через два часа я сказал, а может быть, мы что-нибудь вместе сделаем такое вот с моими артистами. Он посмотрел видео при мне моих спектаклей, и что-то ему понравилось. Я говорю, так давайте, может быть, это же видно, что вы хороший актер. И он так сказал, давайте подумаем. И я придумал рассказ Бунина, он называется «В Париже», про белого генерала, как он полюбил русскую женщину-официантку, и у них счастье продолжалось недолго, он умер через две недели. Это такой жуткий рассказ, совершенно такой ужасный, такой сладостно, сладостно, вот как бывает, кисло-сладкое мясо, такой, когда непонятно, то ли кисло, то ли сладко. Это такой очень больной рассказ, такой... Миша уверен, что он такой эротический, я думаю, что он про одиночество больше. Ну, в общем, там всего намешано, такой компот, что просто вот как у Бунина. Эта роль генерала, как бы, ему пришлась просто вот как костюм с первой же минуты, когда я ему предложил, он как-то так насторожился, и, по-моему, начал впускать это в себя, и так впустил, что просто жил каждой секундой этой роли, просто как замечательный, даже не просто драматический актёр, а как замечательный... Я такой человек, я такого, ну, союзника в работе редко когда встречал, потому что он просто заболел, заболел этой роли. Это просто удивительный голос и стать, и главное понимание, что вот в стоячем положении он занимает какой-то ещё метр около него, вот когда он двигается, у него двигается не только вот рука, а ещё как-то метр воздуха так рядом с ним, он какой-то такой вот, как Бородский про него написал, что это не балет, а какие-то метафизические отношения с пространством. Вот это вот какое-то... Что бы он ни делал, ничего особенного не делает. Он вообще такой очень забавный человек, он может что-то ёрничать так, но всё это какой-то высокий артистизм. При понимании, что такое эмиграция, ну, всё, что вы рассказывали, он примерно в те же годы уехал. Но сейчас всё-таки, поскольку нету, к сожалению, фрагмента спектакля с участием Михаила Барышникова, кстати, как он называется? В Париже. В Париже. Вот так как я рассказывал. Жалко, что вот нет, мне очень жалко, но есть возможность зато посмотреть фрагмент того вашего спектакля, который, насколько я понимаю, создавался в более приемлемых для вас условиях, а именно здесь это опус 7. А, да, это здесь. Почему именно этот спектакль мы отобрали? Да просто потому, что он как-то связан с Шостаковичем, с музыкой. Пожалуйста, внимание на экран. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима, у вас произошло бегство от себя к себе. То есть в начале 90-х вы ушли из театра и занялись только с танковой живописью. Да. Почему? Ну, наверное, когда мой папа умер, я как-то, ну, я делал много спектаклей помимо него, но когда его не стало, как-то я еще года три подделал и вдруг как-то понял, что, ну, нет чего-то самого главного, хороших спектаклей, в которых я участвовал. И нет, и нет, и нет, и нет, и нет. Вы участвовали в основном как художник? Или вот вы себя ощущали все-таки? Как художник? Нет, 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 ни кем другим. И поэтому я свинтил совсем с этой области, из этой области в другую. Что бы сказать, картины? Там ты ни от кого не зависишь. Картины, да, ты ни от кого не зависишь. Но вот ездить на натуру, на природу, писать, вот это вам необходимо было? Нет, я в мастерской работал. Или вы работали в мастерской всегда? Вот никак вот... Я натуру в глаза не видел. Это же как бы весь мир, да, весь мир у меня в мастерской. Но, а у тебя всегда, я знаю, при всех твоих перемещениях, Миша, это всегда один и тот же путь. Это бегство к клавиатуре и к роялю. Вот твое путешествие вглубь себя... Почему так тяжело вздохнул? Нет, ну это смысл моей профессии. Я бы с удовольствием сидел, кстати говоря, когда я говорю о путешествиях, я люблю путешествия, но путешествия концертом, как раз я бы это отменил. Я бы с удовольствием сидел дома, играл, и люди, публика, ко мне приходили бы и слушали, но они не приходят. Мне нужно к ним ездить. Это смысл моей профессии. Да, 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 это смысл моих поездок, потому что, ну, кто... Хочется показать свой спектакль, ну, скажем, Opus 7, он много довольно ездит, где-то. Потому что, ну, в Москве мы его уже играем несколько лет, да, но если какое-то приглашение, там, из Франции, из Германии, из Америки... Ну, как же сказать нет? Хочешь ты, не хочешь туда поехать, какое это имеет значение? Как бы ты вывозишь свой продукт актеров, я не знаю, кто-то увидит. Я уже как-то, ну, стоп себе поставил, что, а может быть, кто-то увидит, что потом будет. Ну, вот когда я писал картины, я думал, что вот так, кому-то покажу, потом, в общем, в блувре все это окажется. Ничего не оказалось, и сейчас мне как-то даже это и не интересно, а просто, вот, ну, взять его, повезти, там, какие-то люди новые придут, посмотрят. Ну, для этого нужно, конечно, купить билет на самолет, по крайней мере, сесть на него. Миша, ну, поскольку, представь, что сегодня ты дома и совсем недалеко рояль, ты обещал поиграть так, что, пожалуйста, я приглашаю тебя, а мы тебя поддержим аплодисментами и будем слушать, насколько я понимаю, опять Фредерика Шопена. Хорошо. Спасибо. 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 Пока рояль еще дрожит и не остыл, пожалуйста, вопросы студентов. Спасибо. Вопрос Михаилу. А был ли такой случай в вашем путешествии, когда вы куда-то приехали, увидели что-то, и вам захотелось сыграть? И что это было за место, и что за произведение? Спасибо. Ну, вы знаете, вообще, часто, когда приезжаешь в какие-то особенные места, связанные с жизнью композиторов, это дает какое-то особенное ощущение. Например, я помню, когда я был в городе Бергене, и там такой дом, в котором жил и работал Григ. Это было, конечно, невероятно. Играть на рояле Грига было ощущение совершенно, совершенно, ну, просто чувствовалось какой-то контакт с Григом. То же самое в усадьбе Чайковского, тоже в Клину, когда я играл на рояле Чайковского. Это невероятное ощущение. Или на рояле Вагнера и Листа в Байретти. Это часто связано с композитором. Связано ли это вообще с желанием просто играть какое-то произведение? Я не думаю. Я не думаю. Потому что у меня музыка, вообще, она постоянно живет в голове, я с ней живу. Но с инструментом композитора это может повлиять. Будем говорить про путешествия художников. Подумайте только, что, в общем, могло так случиться, что и тот же Шагал, и Кандинский, и все эти люди бы, в общем, жили бы в России. Будь тут другие условия. Кандинский вряд ли. Почему вряд ли? Он же, он приехал сюда, ему, не знаю. Как-то не показалось, да? Как вы думаете, все-таки художникам это необходимо было перемещаться в пространстве? Ну, вот не такому, как Крымов? Ну, кого вы перечислили, они удрали просто. Это даже не ваш отъезд в 1974 году. Это хуже что-то. В 1977, извините. Это хуже что-то. Это просто они сбежали от опасности физической. В 28-м году Кандинский, будучи профессором в Баухаузе, в Дессау, поставил спектакль на музыку, картинах с выставки Мусоргского. Это проект известен. Он в книгах, во всяких об искусстве. Он считается шедевром синтетического искусства, но его никогда никто не видел, потому что нет ни снимков, нету... Декорации были уничтожены тогда же, и существует 50 страниц указаний Кандинского, существуют ноты, и там буквально в каждом такте написано, что нужно делать. И я этим занимался. Я предложил этот проект Центру Помпиду и Света для Мюзик, которым заведует Булес. В общем, я пытался его уже 10 лет предлагать разным людям, никто на это не соглашался. И они согласились в Центре Помпиду, и я занимался год этим в качестве... В общем, я и режиссер этого проекта, и у меня была целая команда, которые просто занимались... Получился такой мультипликационный фильм из этого просто... Я сделал видеоадаптацию, которая сейчас выходит в Париже в ДВД, и сейчас идет по всему миру. В общем, это надо видеть. Ну, к счастью, имею возможность не видеть целиком, но... Который я показываю в России первый раз в Доме Музыки. Сейчас вот посмотрим фрагмент из этого, в общем, уникального, насколько я понимаю, спектакля, из-за этого синтетического действия, который ты возродил, восстановил, фрагмент балет невылупившихся птенцов. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рассказываю тебе. Тебе расскажите. Кандинским... У Кандинского написаны просто три линии, вот такие вот волнообразные линии, и написано, что должно происходить. Должны... Значит, в заднике сцены должны вырезать эти три линии, и три человека с лампочками желтого цвета должны бегать под ритм музыки. Мне это нужно было перевести на современный язык, это надо было представить. Такой картины не существует, это просто есть описание, вот, и я это увидел вот так. Потрясающе интересно, и спасибо, что ты, в общем, как-то так познакомил нашу публику с этим проектом. Двигаемся к Коди. Обещаю больше не мучить вам с вопросами, что вы любите больше путешествовать, сидеть дома у камина, листать альбомы живописи или альбомы с фотографиями, уходить в себя или, наоборот, идти в народ. Могу только констатировать, что то, что касается музыки, есть одно произведение, которое мне очень дорого, и я его очень люблю, и именно фрагментом этого произведения мне хотелось закончить нашу сегодняшнюю встречу. Это симфонические танцы Сергея Васильевича Рахманинова. Именно в нем вот эта боль, оторванность и драма отъезда, и драма России навсегда, вот, она звучала до последнего, мне кажется, ну, скажем так, так-то, до последнего вздоха его жизни, и особенно она проявилась в симфонических танцах. Это последнее сочинение Великого Рахманинова, и именно фрагментом симфонических танцев мне хочется завершить нашу сегодняшнюю встречу. Пожалуйста, слушаем. Великого Рахманинова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий, дорогой Михаил, спасибо, что вы были героями программы «Нескучная классика». Спасибо. Спасибо. Альберт Камю как-то сказал, путешествие, как самая великая наука, помогает нам вновь обрести себя. С вами была Сати «Нескучная классика».